Всем привет, дорогие друзья, bonjour à tous mes chers amis, всем привет, мои любые друзья. С вами Гайне, и вы находитесь на моём канале, где мы вместе изучаем французский язык. Сегодня, как вы видите, у нас с вами рубрика «Разбор песни», и разбирать мы будем песню замечательной французской певицы Далила. И в данном случае исполняет она дуэтом с Аленом Делоном песню «Пароле». Думаю, что даже те, кто не изучает французский язык, помнят и знают эту песню. Она была очень знаменита раньше, да, и думаю, сейчас всё-таки её тоже должны были слышать и знать люди из нового поколения. Решила, как вы догадываетесь, записать разбор этой песни в связи с кончиной Алена Делона. К сожалению, этого замечательного актёра не стало совсем недавно. Ну и вот это натолкнуло меня на то, чтобы сделать разбор этой песни. Думаю, многим из вас будет приятно и интересно ознакомиться со словами и спеть вместе с Аленом Делоном и с Далилой эту замечательную песню. Кстати, напомню, если вы не смотрели, у меня на канале есть разбор-интервью Алены Делона. Я делала этот разбор несколько лет назад. Мне кажется, многим из вас будет интересно послушать. Там он как раз говорит о своей жизни, об одиночестве. Тогда он уже задумывался о смерти, если вы знаете его судьбу, да, в последние годы жизни. Он часто говорил и о эвтаназии. В общем, да, достаточно грустный отрывок, который я разбирала тогда, но, возможно, вам будет интересно послушать, что именно он говорил. Ну, а сегодня у нас с вами всё-таки романтичная песня. Если что, сразу же название объясняю. Пароль означает слова, но вы мне скажете, а как же слово les mots, les paroles, в чём разница? Слово un mot, слово, употребляется тогда, когда речь идёт о несвязных словах. То есть un mot, des mots, это больше означает слова в разброс, да, а всё-таки пароль – это связанные слова, например, связанные между собой. Например, слова-песни по-французски – это paroles de chanson. Nous allons étudier avec vous, apprendre les paroles de cette chanson, qui s'appelle paroles. Поэтому, когда говорят les paroles – это как речь, слова в виде речи. А когда говорят un mot, des mots – это просто как бы в разброс слова, которые не связаны в одном потоке речи. Вот такая деталь. Ну и да, конечно, слово «пароль», как пароль от Wi-Fi, это не «пароль» по-французски, это «un mot de passe», то есть слово для прохода, если дословно. Так что вот не путайте, хорошо? Итак, «пароль», «слова». Слушаем и переводим фразы за фразой. Синоним этого выражения, возможно, вы знаете, «c'est bizarre», но «c'est étrange» всё-таки чуть более литературно звучит. Это странно. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Я не знаю, что со мной происходит сегодня вечером. Глагол «arriver» помимо «приезжать» также означает «случаться». И вот в данном контексте вы видите яркий пример. Je ne sais pas, je ne sais pas, вернее, ce qui m'arrive ce soir. Я не знаю, что со мной происходит сегодня вечером. «Я тебя смотрю». «Я тебя смотрю», «Я тебя смотрю». «் Minsю», «н emoji», «празу же. Вы,. Запишете себе, «вперебью» будет « Burke efter». «Encore слово», «тяж Join», « monster», « 밝혔», «он оно «е то», а « ж Jadi». Тут она употребляет слово «les mots», «des mots», как вот «отдельные слова» она подразумевает. «Encore les mots», «тужужу des mots». «Les mêmes mots». «Те же слова». «Je ne sais plus comment te dire», говорит Аллен Делон. «Я больше не знаю, как тебе сказать». То есть я не знаю больше других способов, как тебе сказать в этом значении. «Je ne sais plus comment te dire». И дальше Далила уже начала петь. «Rien que des mots». «Rien que des mots». «Ничего, кроме слов». Вы знаете, «райан» – это «ничего», а «que» означает в отрицании «только». Поэтому «рien que des mots» означает «ничего, только, лишь слова». То есть ничего, кроме слов. Переведем мы. Переведем. «Mais tu es cette belle histoire d'amour, но ты, вот эта красивейшая история любви, «que je ne cesserai jamais de lire», которую я никогда не прекращу читать». Тут интересный глагол «cesser de faire quelque chose», «прекращать что-то делать». Вы знаете его синоним «arrêter de faire quelque chose», «переставать что-то делать». Это вот, в принципе, как «прекращать переставать», это синонимы. И они, оба этих глагола употребляются с предлогом «de». «Cesser de faire quelque chose», «arrêter de faire quelque chose». «Mais tu es cette belle histoire d'amour, que je ne cesserai jamais de lire, но ты, это прекрасная история любви, которую я никогда не перестану читать». Тут у нас будущее время, «je ne cesserai jamais», да, «futur simple». И Далила говорит «демо». «Демо facile», «демо fragile», «c'était trop beau». «Демо facile», «демо fragile», «c'était trop beau». «Слова лёгкие», «слова fragile», «хрупкие», «c'était trop beau». «Это было слишком прекрасно». Ну, вы понимаете, я перевожу не литературно, а дословно, но смысл ясен. Я взяла «целестно», потому что Alain Delon говорит «tu es d'hier et de demain». Дальше Далила «bien trop beau», и Alain Delon «de toujours, ma seule vérité». Возьмем «целестно» фразу Alain Delon. «Tu es d'hier et de demain, de toujours, ma seule vérité». «Ты и за вчера, и за завтрашний день, и за всегда, ma seule vérité», «моя единственная правда». Извините за дословный перевод. То есть «и вчера, и завтра, и всегда ты будешь моей правдой единственной». Вот такой смысл. «Tu es d'hier et de demain, de toujours, ma seule vérité». Ну, и Далила в серединке говорит «bien trop beau», да, слишком красивые слова. «Mais c'est fini le temps des rêves». «Но закончилось время мечты», «время снов». «En rêve», вы знаете, это переводится и как «мечта», и как «сон», поэтому… «Le temps des rêves», «время мечты», «время снов». «Les souvenirs se fannent aussi, quand on les oublie». «Les souvenirs se fannent aussi, quand on les oublie». «Les souvenirs, воспоминания se fannent aussi, тоже «увидают». Глагол «se fannent» – это «увидать». Этот глагол чаще употребляется с растениями, с цветами. В частности, поэтому «les fleurs se fannent», «цветы увидают». Но тут она говорит о воспоминаниях. Увидают также, «канд он les oublie», «когда их забывают». «Tu es comme le vent, qui fait chanter les violons, et emporte loin le parfum des roses». «Tu es comme le vent, et tu es comme le vent, qui fait chanter les violons, который заставляет петь, если дословно, скрипки. «Qui fait chanter les violons». «Faire» плюс глагол – это как бы заставлять что-то делать, то есть содействовать чему-то, да, который делает так, что поют скрипки. «Et emporte loin le parfum des roses». И уносит вдаль парфум, запах, скажем, роз. Ну, вам уже давно знакомый препят «карамель, бонбон и шоколад». «Карамельки, конфетки и шоколадки». «Пар момент, je ne te comprends pas». «Пар момент, je ne te comprends pas». «Иногда скажем «пар момент», «в какие-то моменты», «воприлюнные моменты», «je ne te comprends pas». «Я тебя не понимаю». «Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre». «Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre». «Qui aime le vent et le parfum des roses». «Которая любит ветер» и аромат роз. «Moi, les mots tendres, enrobés de douceur». «Я», относительно слов, нежных слов, «enrobés de douceur», «accoutанных нежностью». «Enrobés» – это синоним, в принципе, слова «envelopés», если знаете. То есть это как завёрнутый, окутанный, можно даже замаскированный внешность. «De douceur». «Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur». Они садятся, если дословно, да, садятся на мой рот, но никогда на моё сердце. Я вам перевожу дословно. Можете предложить ваш более паотичный перевод в комментариях. То есть вот эти вот все слова, завёрнутые в нежность, они могут ещё попасть мне на рот, на губы, скажем. «La bouche» – это вообще рот, «губы» – это «les lèvres». Ну, подумайте, как это красиво перевести. «Mais jamais sur mon cœur». «Но никогда мне в сердце». Да, эти слова мне не впиваются в сердце. «Une parole encore», говорит Ален Делон. «Ну, ещё одно слово», то есть «дай сказать, ещё одно слово, пожалуйста». «Парoles, paroles, paroles». «Ecoute-moi». «Парoles, paroles, paroles». Поёт «дай лèvres», то есть «слова, слова, слова». Но вы понимаете, что это в значении типа «ну, бла-бла-бла». Вот ты всё продолжаешь свои слова мне вешать на уши, да. «Парoles, paroles, paroles». «Ecoute-moi». «Послушай меня», говорит Ален Делон. «Парoles, paroles, paroles». «Je t'en prie». «Парoles, paroles, paroles». «Je t'en prie». «Слова, слова». «Я тебя прошу». «Je t'en prie». Есть также фраза «je t'en supplie», она более сильная. «Я тебя умоляю», да, как синоним можете себе записать. «Je t'en prie», «я тебя прошу». «Парoles, paroles, paroles». «Je t'en prie». Опять слова-слова. «Je t'en prie». «Я тебе клянусь». Глагов «jure» клясться. «Je t'en prie». «Парoles, paroles». Ну, тут вы знаете «парoles, paroles». «Парoles, paroles». «Парoles, paroles, paroles, paroles que tu sèmes au vent». «Парoles, paroles que tu sèmes au vent». «Слова», опять слова. «Que tu sèmes au vent». «Которые ты сейшь на ветер». «Глагол «semer», «сеять». Ну, и тут «которые ты сейшь, que tu sèmes au vent». «На ветер». «Кидаешь на ветер». Ну, в общем, я укажу. «Верка же на экране». «Я уже не помню даже как говорят». «Воилай мостин – тебя поискать.» «Воилай мостин, te parler». «То парли», «te parler» «comme la première fois». «Воилай мостин, te parler». «То парли» «te parler» «comme la première fois». «С тобой говорить как первый раз». «Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots». «Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots». «Ещё слова, снова слова, одинаковые слова». «Как j'aimerais que tu me comprennes». «Rien que des mots». «Как j'aimerais que tu me comprennes», говорит Алиен Делон. «Как бы я хотел, чтобы ты меня поняла». Тут он употребляет у нас глагол «comprendre» в форме субжонктив «présent». Говорит «Как j'aimerais que…» «Как бы я хотел, чтобы tu me comprennes», «чтобы ты меня поняла». После фраз «je m'aimerais que…» мы употребляем дальше глагол в форме субжонктив. И Дадела говорит «Рien que des mots». «Ничего, кроме слов, только слова». «Que tu m'écoutes au moins une fois». «Это он продолжает, да?» «J'aimerais que tu me comprennes» «et que tu m'écoutes au moins une fois». «Я хотел бы чтобы ты меня поняла». «И чтобы ты меня послушала» «au moins une fois». «Хатя бы раз». «Демо-мажик», «демо-тактик», «ки сон-фо». «Демо-мажик», «демо-тактик», «ки сон-фо». «Демо-мажик», то есть волшебные слова, «демо-тактик», «тактичные слова», то есть стелью какой-то, да, в плане. «Ки сон-фо», которые звучат фальшиво. Глагол «сон-э» звучать и «сон-фо» означает звучать фальшиво. И Далон говорит «Ты моя запретная мечта». «Дефендю» означает и «запретный», и «запрещенный», то есть и «защищенный». У этого глагола «дефендр» есть два значения «запрещать» и «защищать». Но в данном случае, конечно, это моя запретная мечта. «Уи, tellement-фо», говорит Далила. Да, но настолько фальшивые слова. И Далон говорит «Мон-соль-турман и мон-уник-эсперанс». «Моя единственная мука и мон-уник-эсперанс», «Моя единственная надежда». «Моя единственная надежда». «Ничего тебя не останавливает, когда ты начинаешь». «Если б ты только знал, как я хочу». Напоминаю, «avoir envie», «de», «faire quelque chose». Дословно, «иметь желание что-то сделать», то есть «хотеть». «Если б ты знал, как я хочу». «Д'un peu de silence», «немного тишины». «Le silence, тишина». Далила действительно, видимо, очень надоела слушать лапшук, который вешает, как она думает. «Ты с у меня только одна надежда». «Ты с у меня и единственная музыка, которая заставляет танцевать». Звёзды на дюнах. Карамель, bonbon и шоколад. Тут всё понятно. Карамельки, конфеты, шоколадки. Если бы ты ещё не существовала, я бы тебя придумал. Тут он употребляет фразу условную. После «si» у нас употребляется «imparfait». Во второй части у нас «conditionnel présent». Глагол «inventer» – придумывать. «Inventer» – «quelque chose» или «quelqu'un». Поэтому «si tu n'existais pas» – «deja» – «je t'inventerais». Если бы тебя не существовало, я бы тебя придумал. «Merci» – «pa pour moi» – то есть она говорит «спасибо, но не для меня». Вот эти все звёзды, видимо, которые он до этого и обещал. «Mais tu peux bien les offrir à une autre», снова говорит она, «но ты можешь спокойно их подарить какой-то другой женщине». «Qui aime les étoiles sur les dunes» «Qui aime les étoiles sur les dunes» «Которые любят звёзды на дюне». «Мой, les mots tendres, enrobés de douceur, se posent sur ma bouche» «Мой, les mots tendres, enrobés de douceur, se posent sur ma bouche» и продолжение «la douceur, la tendresse» – это вообще синонимы. «Tendre» – это «нежный», «du», «douce» – это тоже «нежный», «нежная». То есть для меня нежные слова, запутанные, как сказать, чтобы не было два раза нежностью, предложите мне. «S'il faut sur ma bouche» «Они попадают в мне, народ», «mais jamais sur mon cœur», «но никогда в моё сердце», «никогда на моё сердце». Ну и последняя фраза. «Encore un mot», «juste une parole», говорит Ален Делон. «Ну и ещё одно слово», «ещё одно слово». Тут он употребляет «un mot», «une parole», но вы уже почувствовали лёгкую разницу между этими словами. То есть он просит сказать одно слово, либо одну фразу, грубо говоря. Ну и дальше припев. «Parole, parole, parole, écoute-moi». Как вы знаете, там слова. «Послушай меня». «Parole, parole, parole, je t'en prie, слова». «Я тебя прошу», говорит Ален Делон. Ну и дальше по тексту. Вы уже до этого видели припев. Я укажу его на экране ещё раз, если хотите ещё раз почитать. Вот такая песня. Да, мы её, в принципе, достаточно быстро разобрали на кусочки. Надеюсь, что вы за мной успевали это сделать. Ссылку на эту полную песню я оставлю в описании, чтобы вы могли прямо перейти по ссылке и петь вместе с Далилой и Ален Делоном. Относительно лексики давайте вынесем парочку интересных слов или выражений по поводу слова «une parole» или «les paroles», «слова», «слово» и «un mot», «les mots». Тут, я думаю, мы с вами разобрались, правильно? «Un mot passe», напоминаю, это «parole». Не путайте. «C'est étrange» – это странно, «c'est bizarre» другими словами. Это странно. «Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir». «Я не знаю, что со мной происходит этим вечером». Глагол «arriver» имеет значение «происходить». «Je ne sais jamais de dire». «Никогда не прекращу говорить». Глагол «c'est de faire quelque chose» – прекращать что-то делать. «Se fane» – «увидать». «Mon amour se fane» – «моя любовь увидает». Если хотите, можно в переносном смысле, как видите, употреблять тоже этот глагол. «Se met au vin» – «seid po vétru». «Sa son faux» – это звучит фальшиво. «Un rêve défendu» – «zapreщённая мечта». «Un tourment» – «mouca» и «une esperance» – «nadежда». «Une étoile» – «звезда» или «не знали». «La musique qui fait danser les étoiles sur les dunes» – «музыка, которая заставляет танцевать звёзды на дюнах». «Si tu n'existe pas, je t'invendrai». «Если бы тебя не существовало, я бы тебя придумал», – сказала Alain Delon. Ну, вот, мне кажется, по части лексики это было основное. Надеюсь, что вам понравился этот разбор. Не пожалейте поставить лайк, написать комментарий. Буду вам весьма благодарна. Все спонсоры канала получат доступ к словам песни с вынесенной лексикой. Спасибо отдельно всем спонсорам, кто поддерживает меня на YouTube. Ну и спасибо отдельно за донаты. Если что, ссылки на PrivatBank, Monobank, BuyMeCoffee, PayPal указаны в описании, если вдруг вы хотите поддержать мой канал. Напомню, что у меня есть также отдельный телеграм-канал по ежемесячной подписке, где раз в неделю я выставляю видеоупражнения под уровни А2 и уровень B1-B2. Там я беру отрывки из фильмов, либо из репортажей, из документального кино, из мультиков. И под них отдельно выношу лексику, прописываю на карточке, делаю полную транскрипцию с объяснениями каких-то интересных, важных моментов. Ну и оставляю маленькое задание на закрепление. И, естественно, есть обратная связь от меня. Я всегда проверяю первое опубликованное задание от участника группы и оставляю свои комментарии. Подписаться можно через специального бота. В любой момент также можно отписаться. Это удобная опция по подписке ежемесячной. На данный момент подписка стоит 10 евро. Ссылка в описании. На этом все. Увидимся с вами в следующих видео уроках на моем канале. Спасибо за внимание, мои дорогие, и до новых встреч. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!